всем привет подписчикам и гостям моего канала как и обещал хочу сегодня рассказать оптюнери VX1 компании V-Mate эта компания известна по производстве разных тюнеров вот такие комбо они выпускают еще есть разные модели таких тюнеров выпускают они еще android приставки которые там называется X91 наверное многие слышат об этих приставках если в этом видео расскажу как его подключить как настроить полная настройка как водить без ключи как водить сисекам это хитрый просмотр кардшарлинг ну покажу все что в нем есть для начала сейчас распакуем посмотрим какая комплектация потом подключим к телевизору и покажу что есть вот комплекте идет вот такой коробочка зеленой пришел на английском языке есть такая инструкция тоже она на английском здесь вот все она как подключать антенны спутниковые все паре нарисовано ну разобраться можно в принципе покажу там такой комплекте идет откроем вот такой такие кнопочки батареек конечно нету ну батарейки конечно пожадничали ну найдем пульт вполне так хорошо лежит руке кнопки мягкие плюс то что идет в комплекте hdmi кабель мало кто ложит в основном может тюльпаны или еще какие то это уже хорошо потому что множество телевизоров hdmi выход есть так что докопать ничего не но еще один плюс в комплекте идет такая вайфи антенка она пригодится для просмотра youtube и для просмотра сисиком и петель и здесь вроде есть можно подключить настроить хорошее антенка на нт7601 со всеми идет идет такое блок питание 12 вольт 1 ампер ну 12 вольт это хорошая можно наверное там тюнером питать цифровую эфирную антенну т2 12 вольт я думаю будет достаточно хороших и сам тюнер такой в x1 usb выход есть для флешка для просмотра видео фото на тюнере и кнопочки управления дальше есть подключение спутниковой антенны вот этот разъем подключение т2 usb еще один один это для можно подключаться до вай фай выход земной вот выход по тюльпаны вот этот кабель под звук питание наверно больше сюда ничего не надо теперь подключим телевизор настроим покажу полную пошаговую настройку и посмотрим как он работает как он себя ведет вверху еще вот так заклеена плюночка это надо его снять чтобы воздух сюда проходил снимать все плюночки вот так итак подключили нашей тюнер к телевизору всего нужно начать сейчас покажу как он включается включаем телевизор сейчас вот такое будет меню вот написано welcome to hd dv word включается и вот такое сразу выскакивает меню здесь стоит английский язык нужно выбрать русский ну и страна но это страна можно если вы с россии ставить россия но украины к сожалению нету я нахожусь а в украине и чтобы в украине сканировать т2 каналы вот эти многие страны просто не подходят нужно выбрать регион она потом нажимаем кнопку меню и вот переходим в этот пункт вот это второй конечно кривой перевод но какой уже есть аристалл чанул все арчата поиск т2 каналов здесь нужно включить если антенна находитесь далеко от вышки нужно включить питание т2 цифровой антенны страна она и нажимаем автопоиск это мы ищем цифровые эфирные т2 канала вот пошел поиск сейчас немножко ждем найдет он что-нибудь или не найдет но вот это обязательно нужно запомнить нужно ставить она потому что я пробовал ставил другие регион это ничего не сканирует ничего не ну вот уже пошло некоторые каналы уже сканирует ловит вот видим повторяется потому что наверное с двух вышек ловит потом придется немножко почистить ну поймаем вот так какие есть вот он чем удобен этот тюнер потому что нужно одновременно смотреть и т2 подключать и спутниковая с 2 у нас покодировали много каналов украинских и и но это приходили на наших операторов и асад экстра тиви но и на и пить и многие просто купили и тюнер т2 отказались от спутника и подключили но на спутнике тоже много есть интересных каналов и если подключить например сисекам вообще можно много смотреть и закрытых каналов я сисекам уже показывал прошлых видео как подключить его можно даже брать на алиэкспресс там за копейки и показывать 36 градус каналы группы нтв плюс с 13 открывает пол сад много польских каналов взрослые каналы открывает интересная функция и этот ресивер тоже можно сисекам подключить написать продавцу вот это и продавец компания вимейт тоже ему можно написать он даст на два на три дня тесты сисекам если понравится можно у них купить ввести сюда сегодня покажу как их надо вводить и тоже сканируйте и можно смотреть закрытые каналы украинской каналы можно смотреть с помощью т2 кодированные потому что веносад сисекам не берет украинский или экстративи вот так так ну вот пишет найдено найдено 64 канала т2 нажимаем ok вот посмотрим как они работают видеть уже каналы показывает список и работает звук я прикрутил чтобы youtube не забанил видео ну а так можно смотреть все т2 идут каналы дальше что нам нужно сделать теперь нам нужно настроить спутниковое тв нажимаем поиск отдельных спутников и я начал самый первый спутник который нам надо это вот мы его ищем вот видите он 56 и нужно есть такая кнопка вот apg она немножко не то означает это нужно ее нажать и здесь нужно добавить трансподера чтобы добавить нажимаем красную кнопочку и пишем нашу первую частоту которая нас интересно это немножко пульт я уже заметил что немножко неправильное назначение кнопок но это думаю не страшно так набираем нам интересы частота 1140 так дальше нас интересует вот этот поток 30 тысяч и аж нажимаем сохранить первую частоту мы добавили потому что прошивку мне еще не прислали а частота не работает дальше добавая добываем добавляем извиняюсь конечно добавляем вторую частоту которая нас интересует здесь тоже есть открытые украинские каналы 75 и 30 тысяч и 30 тысяч тоже частота вот этот поляризация аж и тоже сохранить там добавляем еще на массивном заинтересует только три частоты 12 4 1 1 здесь мы пишем 20 833 833 и аж и тоже сохраняем и добавляем еще четвертую частоту которая нас интересует это 12 0 73 так 12 12 у извиняюсь нам частота интересует не 12 0 73 это сириуса а вот такая 12 13 340 здесь этот скорость потока выбираем 17 девятьсот тоже аж сохраняем теперь нам нужно подключить дайсик выбираем вот этот и у нас порт первый это сириус наверно у нас наверно 2 3 вот третий сигнал пошел качество сигнала есть и нажимаем синюю кнопочку чтобы сканировать вот это вот она вверху вот эту синюю кнопочку нажимаем вы уверены что хотите да нажимаем поиск бесплатно нет чтобы и кодированы может там некоторые каналы в без будут и нажимаем поиск до сканируем сканируем вот наши частоты которые мы ввели вот каналы пошли сканировались ой что там извиняюсь немножко это я наверно включил общий поиск нам нужно не то не такой сейчас еще раз попробуем нажимаем меню поиск спутников apg а нам нужно выбрать наши каналы частота они уже есть вот эту выбираем потом выбираем 11 175 можно и вот эту 11 400 11 и 11 340 и теперь нажимаем синюю сканировать и оно наверное должно вот эти четыре выбрать да это я немножко ошибся я нажал полностью поиск всех нам все не надо нам надо только вот четыре частоты вот эти где бесплатные каналы украинские все каналы найдены так ну без пока не введен я потом покажу как его вводить вот посмотрим как спутники работают вот спутниковые каналы тоже работают украинские дальше дальше идем настраивать вот в hd формате идет канал дальше нам нужно настроить спутник sirius тоже нажимаем отдельный поиск но sirius а вот как мы видим уже искал его нет чтобы его найти нужно нажать добавить и пишем название спутника ну например нажимаем нажимаем его астро здесь конечно вручную но тоже часто немного сейчас мы видим астро так сохраняем название почему а сейчас пишем астро тоже я его первый раз настраивает я думаю кому-нибудь и пригодится как он настраивается правильно а сохранить нужно нажать желтую так название и долгота долгота у нас 4 и 8 и подтвердить желтая кнопка так 4 и 8 теперь переходим вот эти настройки нас интересует вот он универсальный и диск у нас первый правильно правильно так 1 теперь вводим частоты на sirius тоже нажимаем кнопку apg нужно еще выйти до сохранить вот этот спутник а теперь мы его выбираем и добавляем частоты первую частоту которую нам нужно ввести где есть каналы это так красной кнопкой нажимаем добавить и это 11 747 частота потока 3000 в и сохранить следующую частоту которую нам нужно добавить это частота 12 очень тоже интересная частота 073 скорость потока 27 500 полярность в добавляем и сохранить так сигнал есть следующую частоту мы добавляем которая 12 130 скорость потока 30 тысяч 27 500 так здесь в тоже сохранить так следующая частота нас интересует 12 264 скорость потока 30 тысяч аж и сохранить и добавим еще одну частоту на которой есть украинские каналы 12 284 27 500 и в тоже нажимаем сохранить и так теперь ставим галочки над каждой частотой и будем их сканировать так нажимаем синюю кнопочку поиск сканируем частоты сириуса или астра уже сейчас называется вот видите пошли каналы так сейчас они отсканируется что у нас тут поймается все поиск каналов закончен ну вот есть каналы из астры тоже видим идут так ну еще посмотрим добавим спутник ход бирд надеюсь уход бирта уже есть но мы здесь просканируем одну частоту которая нас интересует тоже нажимаем а пока где здесь есть российские каналы а я ее не вижу эту частоту или есть она это все а уж сейчас ищем нет значит нажимаем добавить тоже нажимаем красную кнопочку и нас интересует частота в 0 34 скорость потока 27 500 и полярность в уже существует где же так еще ночь дальше а вот но просто вверху ваша внизу потом пошло в вот частота которая нас интересует ставим галочку и здесь нужно действительно подобрать который нам подходит b вот все подобрали и нажимаем вот это выбираем частоту и нажимаем сканирование сканируем это отдельных спутников так опять вышел так выбираем где наш hotbird hotbird потом нажимаем apg и ищем нашу частоту 11 034 сейчас извиняюсь что так растягиваю видео ну может кому-то пригодится здесь пошаговая инструкция настройки так что чтобы все было так и нажимаем сканирование синей кнопкой и поиск сканируем эту частоту вот она нас больше всего интересует все каналы но они сейчас посмотрим как работает форбит такой канал все есть ну еще можно добавить конечно бассисиком а это пока не будет работать но ради интереса можно посмотреть как работает тридцать шестое радус на котором есть нтв плюс вот он это лсот так какой мы сейчас так вот лсот уже есть нажимаем apg вот так что мы транспорда ровни ну для начала настроим десик у нас четвертый стоит тридцать шестой градус сохраняем ну добавим тогда частоту чтобы не нагружать вас добавлю одну частоту просто посмотреть как работает нтв плюс потому что здесь круговая поляризация поляризация так так продолжаем настраивать настраиваем как я говорил 36 градус ставим галочку десек 4 нажимаем сканирование сейчас посмотрим но у меня не подключен сисекам потом они будут закрытыми когда вот пришлют мне новую пошивку где будет работать youtube сисекам и там я покажу как они показывают потому что еще до сих пор китайцы не ответили ну вот немножко отсканировали канал сейчас посмотрим все остановить поиск видите работает и с 36 градусом но они просто кодированные пишет кодированные каналы так ну вот примерная настройка спутников показала что оно все работает дальше что мы делаем дальше дальше пройдемся по меню вот есть здесь список каналов например можно нам вот посмотрите нажимаем нажимаем у нас первый открывается одновременно можно переключать и т2 каналы и спутниковые они все вместе работают вот это т2 цифровые каналы их там у нас 64 отсканировала их можно двигать вот с помощью желтой кнопкой нажимаем двигать выбираем канал так и перемещаем чтобы переместить нужно нажать кнопочку и двигаем вот так каналы куда надо там поперемещать потом подобрать так сейчас посмотрим можно ли спутниковые вот сюда ставить между т2 каналами просто интересно это вообще будет тогда ну посмотрите вот нажимаем вот этот потом нажимаем кнопку инфа и двигаем ICTV посмотрите двигается можно даже ставить вот между каналами ICTV ICTV это спутниковые можно ставить между S2 и двигать посмотрите сейчас мы проверим вот это Т2 канал это тоже Т2 канал это Т2 канал это Т2 где он переместился спутниковый или нет мы посмотрим а вот переместился посмотрите вот это у нас спутниковый вот это спутниковый вот переключаем на Т2 все работает хорошо дальше что нам нужно делать есть такой код который нужно набрать запомните его 98 78 вот этот код мы ввели это код сейчас для подключения например ввода без ключей также при подключении этого кода появляются это вот такие например функции вот видите IPTV но нужно ввести это на флешку надо скинуть файл формата М3А и будет IPTV работать вот это просто Wi-Fi не подключено здесь должно быть youtube и вот настройки Wi-Fi и можно вводить с помощью этого пароля без ключей потому что есть каналы если кодированы кодировки без вы просто не введете вот этот ключ набираете пароль 98 78 и можно ввести вот без ключ сейчас посмотрим конечно без ключи все не помню название ну которые ну можно это что у нас какие-то кодированные нужно потом почистить как я показывал вот вот такие в настройки что еще здесь есть это а вот кс протокол это здесь вводится cardsharing или как cccam вот cccam сервер окей и вводим вот название сервера вот здесь включить адрес вводим порт ну там где я в видео показывался как брать cccam на алиэкспресс вот его возьмете и поводите все сюда ну сохранить вот пришлют мне китайцы cccam youtube я вам покажу потом еще одно сниму видео покажу как это все подключать как оно работает очень хорошая функция вот такие настройки что здесь еще вот разрешение системы можно выставить так дальше что у нас меню это настройки спутника это аудио можно наставить например язык первый там русский английские субтитры кому как по своему вкусу дальше настройки тв-система вот разрешение какое здесь можно 1080p кому какое нравится 1080 ай кому как на вас будет что еще есть такое время 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 какой часовой поезд вот этот наверное или вот этот у нас часовой поезд летнее время включить выключить там она будет переключать дальше меню настроек система это информация АПО вот так дальше что здесь есть еще заводские настройки можно сбросить настройки таймера ОСД настройки субтитры так обновление прошивки через USB скачать через USB здесь можно IPTV листы скачивать так это что-то непереведенное не знаю дополнение ЛНБ питание антенны включено дальше здесь можно смотреть с флешки музыка картинки фильмы функция записи есть если поставить флешку можно во время просмотра канала записывать передачи а здесь просто с флешки то что записали можно смотреть и интернет функции Wi-Fi и друг сейчас посмотрим подключим Wi-Fi ну берем Wi-Fi адаптер вот эту антенну и подключим сзади в ресивер так Wi-Fi адаптер подключили заходим настройки Wi-Fi нажимаем поиск сети вот моя сеть выбираем ее и вводим пароль ввел пароль нажимаем красную кнопочку connect и ждем соединение с интернетом все интернет подключенный ну дальше посмотрим функции ну интернет подключили но пока он ну вот youtube youtube пока не работает пока еще прошивка не пришла но обещали китайцы что оно все придет и будет работать youtube там еще какой-то кинотеатр поставят это потом я вам покажу и IPTV вот нужно m3o видите просто я еще не тоже можно скачать какой-то ну IPTV провайдера подключить и тоже смотреть IPTV каналы вот так примерно настраиваться этот тюнер если есть еще какие-то вопросы напишите в комментариях я постараюсь ответить я планирую еще одно видео снять когда будет новая прошивка протестируем как работает youtube IPTV так что всем пока спасибо за просмотр подписывайтесь чтобы не пропустить продолжение видео еще у меня будет много распаковок так что всем пока спасибо до связи